я александр голубев профессиональный эколог и сегодня специально для канала красный горка подольск мы расскажем про полигон малинки про скандальный полигон ну скандальный до недавнего времени то есть сначала это было полноценный полигон сейчас вот он вызывает большую озабоченность жителей и наверное не напрасно вот сейчас мы попробуем разобраться как он появился и что вообще ждет какая судьба этого полигона в дальнейшем и какие могут быть последствия для жителей подольска да и наверное не только подоль полигон малинки он был запроектирован вот как сказать те самые плохие 90-е бандитские годы но при этом он запроектирован был абсолютно профессиональными людьми начиная от выбора места заканчивая проектными решениями занимались большие специалисты и даже ученые это экзальян владимир мишанович профессор и доктор геолога минералогических наук и дирекистский сергей владимирович на благодаря им этот полигон и появился в очень хорошем месте без всяких преувеличений это было абсолютное благо для города подольск потому что необходимость создания полигона малинки была обоснована одной единственной вещью полигон новосырова который был гораздо раньше подольск уже был в черте города и отравлял жизнь всех граждан то есть уже тогда он приносил огромное количество бед плохого запаха и портил экологию моря на то как сказать кризисное положение в стране были найдены профессиональные люди выбрали хорошее место тогда еще далеко от города с хорошим геологическим основанием которая плотно защищала подземные воды от различного негативного воздействия полигона в том числе от свадочного фильтрато и вот собственно был спроектирован и построен этот полигон также как отзываются специалисты которые в следующем проектировать и полигоны по увеличению мощности и те специалисты которые были в комиссии по проведению государственной экспертизы они все отзывались однозначно что проект хороший место выбрано удачное и это абсолютное благо для города подольск ну собственно говоря в дальнейшем этот полигон перешел в завод фирмы геополис с точки зрения проектных решений то есть они занимались разработкой проекта остаточной мощности загрузки полигона также занимались процессами расширения и в общем-то обеспечивали проектными решениями этот полигон но уже в 2012 году полигон исчерпал свою проектную мощность и собственно должен был быть закрыт и рекультивирован были различные попытки по сохранению этого полигона с владерой же компания была как и пром они пытались разработать документацию это там хитрый расчет остаточной емкости и в итоге ничего больше чем 200 тысяч тонн у них не получилось поэтому наверное это было для них уже неинтересно и полигон был закрыт и рекультивирован вообще сама территория полигона что хочется о ней сказать она с одной стороны прям прилегает к непосредственному государственному заповеднику или зеленому заказнику ОЗБ так называемому это особо охраняемые зеленые посадки и вот сейчас уже мы наблюдаем по космоснимкам то что площадь полигона рекультивирована туда мусор не свозится она осталась такой какой есть но вокруг него появилось еще порядка 50 гектар каких-то площадей вот собственно этот вопрос наверное стал беспокоить граждан откуда эти площади появились почему было вырублено около 20 гектар об охраняемых территорий лесных насаждений и как это вообще произошло вот пошли по закону это происходить было не должно значит с тех пор когда образовался тинао то есть присоединили часть территории городу москве по закону на этих территориях запрещено размещать какие-либо объекты по обращению с отходами в частности полигоны то есть какие-то там комплексы по сортировке наверное можно а вот именно полигоны и захоронение проводить нельзя это противоречит закону об отходах нашему федеральному при этом была сделана приписка о том что действующие объекты которые сохраняют свои действия как бы их можно эксплуатировать до того момента как не хочется лицензия на эксплуатацию этих объектов и о чудо в 2017 году вот по заказу скорее всего мэрии москвы потому что деньги именно оттуда был разработан некий проект вот как это если джентльменам очень хочется правила запрещают вот так поменяли правила разработали некую экспериментальную площадку по обращению по рекультивации отходов то есть вот атака вот очень видевато написано и что это означает то есть сделать такой обход законодательства для того чтобы расширить площадь и сначала это декларировалось что это вот для того чтобы рекультивировать старый полигон малинки который там занимал площадь порядка 15 гектар сейчас вокруг него построили еще 50 чтобы его рекультивировать ну давайте разберемся почему это выглядит не что иное как ложь подлог и обман потому что делать это по заказу мэрии москвы сейчас москва главный интересант и главный заказчик мусорных мест в области то есть москва в москве захоранивать отходы нельзя и соответственно москва всячески пытается склонить область для выделения новых мест для размещения отходов ну собственно что было сделано полигоне малинки то есть деньги выделяется по что угодно под реконструкцию под посмотреть описание к этому видео более 18 контрактов но что примечательно на это было потрачено 5 миллиардов рублей 5 с половиной миллиардов рублей это огромные деньги кто не питает иллюзии в том что 5 миллиардов рублей в стране где экономика сейчас проседает не хватает денег на социальные программы экономит на всем вообще на местном самоуправлении повышает пенсионный возраст налоги и акцизы 5 с половиной миллиардов рублей выделили просто так на экологию это смешно как минимум а как максимум это инвестиции это инвестиции в новое огромное мусорное место да хоть сейчас и декларируется что эта площадка для рекультивации время покажет то на самом деле это просто не что иное как подготовленные новые карты для размещения отходов с одной стороны это делать категорически нельзя по закону сейчас если вы откроете карту росреестра и посмотрите назначение земли это кстати тоже есть в описании там земли населенных пунктов то есть на землях населенных пунктов именно размещать отходы категорически нельзя ну вот посмотрим как эти нюансы законодательства будут обходиться при дальнейшей судьбе в нашем-то глубоком убеждении то что вот все это дело подготовлено вложено пять с половиной миллиардов рублей по нашим оценкам этот полигон может принять до 7 миллионов тонн отходов это очень много если сделать нехитрую арифметику можно посчитать какое-то количество денег и поэтому здесь говорится о том что скорее всего этот полигон будет дальше эксплуатироваться и будет сплотироваться именно как полигон а не как сортировочная площадка как не рекультивационные экспериментальные какая-то там извините там ерунда просто как обычная свалка откуда идут самые достоверные новости конечно не из прессы не из газеты не законов я лично общался с обычными мужиками которые выводят мусор вот подходит который приезжает мусоровоз и загружает контейнеры вы мужики куда возить не рассказали куда они возят и я их не спрашивал они сами сказали что ну вот сейчас вот пройдут выборы наверное будем возить на маленькие там уже все готово то есть я думаю что этой информации можно верить это возили как раз подрядчики каких промо уж кому как не лучше знать что будет происходить значит скорость загрузки при таких картах и при такой в общем-то геометрии площадки может быть колоссально то есть такая площадка может спокойно принимать до 1 миллиона тонн отходов в год о чем это говорит о том что за три четыре пять лет с момента эксплуатации о потребности в мусорных местах в москве области просто дефицит то есть это будет сосредоточено на эти площадки в том числе и вот по всем нашим опасениям на малинке это конечно же приведет к мощнейшему загрязнению атмосферного воздуха в первую очередь потому что геологическое основание такое что фильтрат он не просачивается он будет вытекать ручьями собственно загрязняя поверхностные воды опять же загрязнение при испарении этого самого фильтрата он никуда не девается вот как вот лужа с фильтратом она будет также вонять и поскольку здесь преобладает в нашем московском регионе западный воздушный перенос то есть ветер дует с запада на восток то есть вот все восточные поселки которые будут расположены около этого огромного гигантского полигона начиная с курилова и дальше будут испытывать серьезнейшее воздействие экологического действия также по непроверенной информации сети интернет нам удалось найти то что там планируется некая установка термического обезвреживания которое будет ставить некая компания biosafe по-моему там она уже ставила и планируется что она будет там оставить еще раз установка термического обезвреживания это не что иное как обычная печка или костерка по сжиганию мусора ну вот в россии это так всегда выглядит поэтому вот конечно мы понаблюдаем за ситуацией и будем смотреть чтобы происходить дальше но скорее всего вот есть опасения что это будет обычная свалка это что воздействие на жителей будет в первую очередь через атмосферный воздух огромное также есть риск появления вот этого установки по термическому обезвреживанию ну и собственно вот ничего хорошего на нас и не ждет ну это предусловие что если будет эксплуатироваться опять же повторюсь что пока власти декларируют что это просто площадки для рекультивации старого полигона за 5 миллиардов рублей во что мы все охотно верим пожалуйста не поленитесь посмотрите описание к этому видео там есть и проекты культивации там есть и история расписана и вся информация о конкурсах и закупках какие были для обеспечения этого полигона отдельно хочется отметить что активисты уже там раскопали только не прикрытых нарушений где-то на 250 миллионов рублей это то что было просто украдено из бюджета вот при освоении этих денег и также огромное количество нецелевого использования денег то есть выделялось вроде как на проект рекультивация строили инфраструктуру для нового полигона также компания вот этот это пром была штрафована на всего лишь до 700 тысяч рублей ну это смешно и просто формальность я думаю что просто снизить градус народного напряжения потому что мнение жители волнуются и это все-таки не беспочвенно поэтому следим за ситуацией будем надеяться что ситуация будет развиваться не самым худшим динас образом хотя предпосылок для этого не очень много скажи вот эти маленькие си допустим разработают все-таки в конце концов и будут заводить к мусор какое влияние на подольск окажет вот эта свалка к сожалению пока нету ни проекта рекультивации не проекта загрузки не вообще ничего но если мы обращаемся к опыту эксплуатации подобных помоек конечно же подольск накроет по полной программе вообще подольск это один из самых экологически грязных городов промышленных там есть много предприятий том числе и радиационного цикла но мы будем говорить а самым делится эта гидропрофесс конечно ну это не зрnaj أي предприятие на подольске подольск создавался как некий промышленный центр подмосковье там и кабельная промышленности и тяжелая промышленность есть некий химическая промышленность есть поэтому конечно же вот эти вот он не так испытывает огромное экологическое whats new то негативное воздействие от тех предприятий которые есть но если полегон он просто будет добивать еще город и вот этим свойjobратительным особенным ну а кроме запаха еще какие опасности есть по опыту то эксплуатации вообще всех полигонов в Московской области, именно свалок вот этих, они грешат чем? Тем, что нарушается технология складирования и утилизации отходов, они стихийно возгораются или сжигаются там всякие газы или обходы на установку термического обезвреживания, без всяких фильтров, без всякой специальной подготовки или вообще без сортировки отходов. И это приводит неизбежно к образованию диоксинов, фазгенов, фуранов. Ну вот это сильные токсические вещества, но наиболее из них опасны, конечно, диоксины, потому что они, во-первых, не ощущаются на запах, они абсолютно без запаха, и они очень вредны с точки зрения, как взбудителей раковых заболеваний. То есть свободные радикалы копятся в организме человека, они не выводятся, и по достижению критической массы, у всех она своя, конечно, у каждого человека, но, тем не менее, это дополнительный вклад в вероятность возникновения раковых заболеваний. Это очень плохо, при том, что в городе Подольске так достаточно предприятий, которые, в общем-то, являются поставщиками загрязняющих веществ, приводящих к образованию раковых заболеваний. Скажи, ты следишь за ситуацией по развитию малинок? И если что-то будет, ты будешь нам рассказывать об этом? Я слежу за ситуацией вообще вокруг всех крупных скандальных полигонов и вообще вокруг вот этого свалочного геноцида, по-другому это не назвать, который происходит в Московской области. В последние годы это уже стала абсолютно катастрофичная ситуация, не только на малинках. На малинках пока еще все готовится, эту вот бомбу закладывают еще пока. А есть бомбы уже разорвавшиеся. Это Ядрово, это Серпухов, это Архангельск, это Клин. Собственно, и их будет только больше, потому что вот этот варварский подход к обращению с отходами в Московской области в частности, это жажда денег не сейчас, а сейчас же, она будет только убивать эту ситуацию. И поэтому мы еще будем делать много наших включений про разные другие объекты. Но, к сожалению, ситуации-то позитивного ничего не предвидится. То есть краткий экскурс, отступление в этой ситуации. Вот мы все говорим, раздельный сбор мусора, поставили раздельные контейнеры, какие-то государственные программы принимают. Я хочу, чтобы вы, вот обычные жители, прекрасно понимали, что под этим ничего не стоит, кроме как желания отмыть и заработать денег на какой-то отдельной тематике. Почему? Потому что даже если мы все с вами будем сейчас сортировать мусор, вот каждый из нас, и принесем отсортированный мусор в некое место для сдачи, только 3%, 4% этого отсортированного мусора можно переработать. Это связано только с тем, что нет мощностей, нет производств по переработке этого мусора и утилизации. Поэтому даже если мы все это отсортируем, все равно ведут это на полигон. И вот чтобы у вас не было иллюзий, что в ближайшие 5-6, а может быть и 7 лет, может быть и больше, в Подмосковье-то уж точно, культура обращения с отходами не изменится. Поэтому мы должны внимательно следить за ситуацией и бороться с явным проявлением геноцида, с нарушением технологий, с открытием огромных новых полигонов и, в общем-то, побуждать власть имущих и всех тех, кто причастен к отходному геноциду, для того, чтобы они все-таки задумались над тем, что они портят экологию не просто на один день, на многие годы, может быть, даже на десятилетие вперед. И поэтому это надо как можно скорее прекращать и уже разрабатывать программы по рекультивации тех свалок, которые нанесли огромный ущерб здоровью граждан и продолжают наносить. А уж тем более не в своем одобрительном молчании, вне побуждать власть продолжать валить мусор на рельеф и тем самым отравлять нашу с вами жизнь. Спасибо. Да, если будут какие-то вопросы, я всегда готов для ответа на них. Пишите комментарии к этому видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вас интересует и заботит эта проблема, пожалуйста, пишите ваши вопросы, мы обязательно все ответим и при желании покажем документы или дадим какую-то экологическую оценку ситуации. В общем, нам это все очень интересно, мы к этому не безразличны и вот ждем ваши ответные реакции, чтобы вы тоже понимали, что это большое зло, что это очень опасно для здоровья и что молчать по этому поводу уже нельзя. Надо как можно быстрее побуждать власть, менять культуру обращения с отходами в нашей стране. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok